Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У людей есть реакции и у людей есть ожидания Как свою жизнь обычно проводит человек? Он обычно ее проводит в ожидании реакции на свой неверно совершенный поступок Приведу пример Димная ситуация, дамы и господа Представьте себе такой момент времени, когда один добрый человек дает в дыню другому доброму человеку Вот у нас есть удар Совершенно определенного рода поступок Мы еще не знаем, верный он или неверный, но он совершен этот факт Дальше обязательно будет реакция А вот какая это будет реакция? Какая судьба ждет человека? Вот этого человека не знает То есть он может получить один удар в ответ Он может получить целую серию ударов В зависимости от того, как заряжен противник У него уже может реактивная стабильная составляющая работать целых два часа Он может забить его до полусмерти, а иной и до смерти А есть некоторые товарищи, которые удар стерпят, но запомнят его надолго Пройдет где-то года 2-3, а то и 4 Батареечки у человека подзарядятся Он будет все это помнить, помнить, помнить Копить заряд И через 3-4 года, при благоприятных, безусловных условиях, этот удар вернет Еще и побольше отресть Так вот, откуда у нас появляется неверный поступок? И почему мы никогда не знаем, какая будет реакция? По сути, когда мы говорим об определенного рода поступках Нам нужно здесь ознакомиться с двумя категориями В первую очередь, это плоскость наименьшего сопротивления Плоскость наименьшего сопротивления И плоскость ближайшего простого результата Давайте с вами рассмотрим природу этих самых неверных поступков Откуда они у нас берутся? Представьте себе ситуацию Утро, 10.00 Чудак стоит перед зеркалом Говорит, сегодня мой день Сегодня 100% будет контракт Сейчас все сделаю в 11.00 Звоню, назначаю встречу на 5 вечера 5 вечера прихожу и заключаю контракт Готов, отлично Но в половине 11-го он звонит друг и говорит Помнишь, ты мне как-то 500 долларов подалживал год назад? Я человек честный, решил тебе сегодня их вернуть Давай встретимся Ну и безусловно, два этих товарища встречаются, например, в 2 часа дня Товарищ получает 500 долларов Какой контракт? Какие встречи? Зачем? Деньги уже есть И вы же прекрасно понимаете, что как они дальше проведут совместно этот вечер В общем-то, дело вашей фантазии, да? Но обычно уходят и деньги, и время Так вот, на этом примере я хотела вам показать Что такое плоскость ближайшего простого результата И почему она всегда превалирует над плоскостью наименьшего сопротивления Ближайший простой результат 500 долларов мне уже дали Наименьшее сопротивление, да? Организовывать встречу, идти заключать контракт Человек всегда выбирает плоскость ближайшего простого результата И всегда исключает из своей жизни даже наименьшее сопротивление Это и есть природа неверных поступков А дальше, после того, как он совершил неверный поступок У нас идет ожидание определенного рода реакции на свой неверный поступок Реакция-то непрогнозируема И что там дальше человек получит? Он уже, в общем-то, рассматривает каждый раз иначе